Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Меня зовут Игорь, я эксперт по растениям. И сегодня я буду рассказывать о том, как делить куст розы. Размножение розы путем деления основного материнского куста, в принципе, это простой способ, достаточно надежный. Роза неприхотливое растение, но все равно какие-то правила соблюдать надо, и сейчас мы с вами будем этому учиться. Куст достаточно большой у нас, наверное, мы частично его удалим, частично омолодим, оставим какие-то наиболее хорошие части и их уже пересадим. Куст у нас привязан к подпоркам, естественно, это все нужно разобрать, убрать, обрезать, все завязки. Итак, мы освободили куст от всех подпорок, завязок, и теперь самое главное, тяжелая, трудоемкая задача выкопать его. Вот. Ну, повторюсь, роза достаточно неприхотливое растение, поэтому при выкапывании, естественно, корни повредятся, в куст уже старый, это ничего страшного, они новые вырастут. Ну вот, куст мы выкопали, теперь смотрим, как он устроен. Видите, корешков, в общем-то, не так уж много, ну и, конечно, огромное количество веток, но такое количество корней. Поэтому сейчас первое, с чего стоит начать при вот такой пересадке, разделении, обязательно удалить все лишние ветки. В конце концов, веточек должно быть, ну, одна-две максимум, потому что, естественно, корням нужно будет время восстановиться. Сухих здесь очень много веток. Ну, для этого используют, естественно, секатор, в котором хорошо удаляются тонкие ветки. Но вот такие толстые вы секатором, скорее всего, не сможете удалить, поэтому берете ножовочку, пилу, ну, у нас электрическая. И так вот, что у нас получилось, после того, как мы выкопали куст, обрезали все лишние ветви, сами побеги, оставленные молодые, укоротили наполовину приблизительно. И вот корневая система, конечно, большая часть корней повреждена, они остались в земле, но действительно выкапывать достаточно сложно, такую старую розу. Но, тем не менее, ее можно поделить. В принципе, можно поделить на три части, но, я думаю, разумнее будет на две, чтобы все-таки какая-то часть корней, потому что, если на три, поделить корешки совсем маленькие останутся. Очень толстое корневище, поэтому, естественно, будем использовать ножовку электрическое у нас. Буквально один-два побега должно остаться при корешке, ну, и какая-то часть корневой системы у каждого сажем. Ну, вот, мы разделили на две части. Одна, конечно, похуже немножко корешков, в общем-то, не очень много, но, я думаю, с розой все будет в порядке. Ну, и вот это основная часть, которая на следующий год уже даст хорошие молодые побеги и будут цвести. Сейчас их будем сажать. Итак, яма у нас посадочная готова. Заправили мы туда немножко перегноя положили, компоста хорошего, торфа немножко. Обратите внимание, вот мы корневую систему обмазали болтушкой такой, хорошо перепревший навоз с водичкой. Густая консистенция, как сметана, он прилипает к корням, и корни сохраняют свою жизнеспособность. Вот так размещаем наш череночек. Можно его загубить хорошо, присыпать землей потом дополнительно и закапывать. Ну, и, конечно, теперь закапываем наши корни. Вот то, что мы в болтушку поместили, это наши корни как бы окажутся уже окруженными землей, поэтому они, надеюсь, не пересохнут. Ну, а это мы просто прикрываем как положено. Ну, и, конечно, обязательно условие, это тщательный полив. Вот на такие наши саженцы, ведра, три воды, в эту лунку обязательно выливайте. Когда дождались, что вода уже впиталась вот здесь на нашей корешке, обязательно, конечно, не забудьте присыпать это место сухой землей, тем самым окучивая и защищая растения от будущих зимних морозов. Не давай, опять же, влаги испаряться быстро. Итак, сегодня я вам рассказал о том, как правильно делить старый куст розы на несколько частей. Я надеюсь, у вас все получится. Конечно, на следующий год ожидать, что эта роза будет обильно цвести, не стоит. В следующий год она будет только приходить в себя, пускать корневую систему, пускать первые росточки. А вот годика через два будут прекрасные кусты, уже отдельные кусты, которые будут красиво и обильно цвести. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Смотрите наши видеосюжеты, а лучше подпишитесь на наш видеоканал на YouTube. И я надеюсь, что ваши розы будут хорошо приживаться и красиво цвести. Ну, а лучше подпишитесь на наш видеоканал. Пока.